Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже. Здравствуйте! Сегодняшний обзор будет на канал Инны Судаковой. Я посмотрела несколько последних видосов, стрима и была просто в шоке с поведением Инны. Во-первых, первое уточнение со стороны женщины. Она с таким восхищением и возбуждением об этом говорила. Я была в шоке. О том, что 18 дней Египта она пила каждый день и ни одного не пропустила. Вот прям настолько она воодушевленно это рассказывала, я была в шоке. Потому что видавшие виды мужики, да, не каждый выдержит 18 дней вот этого марафона без передыха и без остановки. Но вы знаете, это говорит уже о том, что организм настолько привык к вот этому безмерному поглощению алкоголя. Мне кажется, Инна уже не замечает разницы, где она трезвая, где она пьяная. И от этого становится мерзко. Опять-таки, когда она еще и села подсчитывать, сколько дней ей надо не пить перед тем, как сдать кровь, вы знаете, я была в шоке. Возникает маленький вопрос, зачем ты сдаешь эту кровь? Ну вот, кому нужна эта кровь, да, от организма и из организма, который просто пропит насквозь? Я была просто вообще в шоке от того, что происходило. И когда женщина сидела и высчитывала дни, это был, конечно, шок. И для тех, кто вот это вот защищает, да, и кто говорит, что это все норм, вы знаете, я хочу посмотреть вот реально на этих людей. Неужели вы считаете это нормальным женщина, пьющая больше мужика и чаще мужика? Ну, вы знаете, это действительно уже просто алкоголизм. Опять-таки, мне кажется, что какую-то душевную боль, какие-то комплексы душевные, да, какую-то несостоятельность душевную, но вот внутри нее она как раз запивает алкоголем и заедает вот этим безмерным поглощением пищи. Опять-таки, последнее время Инна словила такую звезду-звезду, вот знаете, звезда всея Ютуба, по-другому ее не назовешь. Хочется спросить, Инна, корона не жмет, и все время хочется сказать, да, что вспомни, откуда ты, вспомни, кем ты была, и будь проще, люди к тебе потянутся. Потому что последнее время, вот действительно, она себя возвела в какой-то ранг, а может быть, вот эти, да, фанаты ее, которые там ее защищают и пишут, что это все норм, которым возвели ее в такой ранг, что она уже просто реально без тормозов. Она хамит на лево и направо, в принципе, на абсолютно безобидные и адекватные комменты. Я была на стриме, да, где люди просто ей советовали, причем адекватно советовали, да, что, Инна, нужно взять себя в руки, нужно похудеть, там. Ты очень поправилась, в принципе, спокойные, адекватные комментарии, за что она людей обзывала тварями, мразями, посылала их на три буквы и тому подобное. И хочется сказать, да, отметить тот момент, что люди абсолютно объективны. То есть, действительно, ну, многие просто искренне желают ей здоровья, да, и постоянно ставят акцент на весе, потому что видят, что Инна действительно полнеет и полнеет на глазах. И когда-нибудь, да, она уже просто не сможет остановиться. И когда она людей матом кроет, ну, вы знаете, по-моему, это ненормально. Опять-таки, на стриме был такой момент, когда мужчина написал ей, что он, вернее, обозначил ей, да, что он на почту ей написал по поводу рекламы, она не ответила. И вот тут Инна показала себя во всей красе. Когда она ему начала хамить и сказала, что, значит, он как-то некорректно обратился к ней в этом письме. И что для того, чтобы с ней общаться, как минимум, ему нужно пройти курсы делового общения, хочется сказать, Инна, очнись, девочка, очнись, что ты есть без Ютуба. Кто ты есть без Ютуба? Да, у тебя сейчас есть доход, опять-таки, который тебе обеспечивает Ютуб. Без Ютуба ты ноль. Мы уже видели твои бухгалтерские возможности и способности, что ты не можешь элементарно 2 плюс 3 сложить в уме по-быстренькому. Поэтому будь объективна, тебя содержит полностью Ютуб, а Ютуб тебя содержит благодаря зрителям, которые тебя смотрят. И нельзя так разговаривать собственной аудитории, потому что сейчас тебя смотрят, но со временем у людей начнут открываться глаза, и люди перестанут смотреть эту грязь. И нужно быть проще, и люди к тебе потянутся. И вот действительно в этот момент я поняла, насколько Инна возомнила себя звездой. Насколько она поняла, что она царь, видите ли, к ней нужно подбирать фразы, как к ней обратиться, чтобы она снизошла до ответа. Я бы на месте этого мужика послала ее на три веселые буквы и явно не дала возможности заработать на себе и на рекламе своего канала. И в этом действительно вся Инна. Опять-таки удивил меня момент, когда она сказала, что дети в ее планы не входят, она детей не хочет, но ребенок ей нужен. Это та программа, которую она должна выполнить, чтобы было кому оставить недвижку. Вы знаете, я была вообще в шоке. То есть родить ребенка, мнение этой женщины 40-летней, что ей нужен ребенок для того, чтобы было кому оставить недвижку. Это жутко. И стоит ли вообще заводить ребенка, стоит ли рожать ребенка ради того, чтобы было кому оставить недвижку. Я думала, что женщина в 40 лет, понимая, что она уже далеко не молодая, далеко от слова вообще, что уже надо очень хорошо задумываться о старости, начнет как-то адекватно себя вести. А у нее рассуждение, что ребенок нужен ради недвижки. Ребенок нужен, чтобы тебе было с кем встретить старость. И ребенок нужен для того, чтобы его любить. Потому что материнство – это то счастье, которое испытывает очень… Ну, 90% женщины понимают, о чем я говорю. К сожалению, не каждому дано стать мамой. Но кто этот кайф испытал, понимает, что весь смысл жизни – это дети. А у Инны – это кому оставить недвижку. И она уже обсуждает с Кривенко, сколько детей им необходимо. Я была в шоке. Вы знаете, вообще вот я заметила в ней такую гнильцу и какую-то такую подлость. Во-первых, у меня возникает вопрос, работает ли она вообще. Вот, вы знаете, слабо мне верится, что у нее есть работа, которую она хоть иногда посещает. Мне кажется, это больше понты именно для Ютуба. Потому что, ну, во-первых, все мы видели, что есть Инна Бухгалтер – это ноль. Повторюсь, да, это раз. А во-вторых, ну, не каждый согласится хозяин, да, руководитель предприятия, владелец, чтобы сотрудник вот так собирался на работу. Мало того, Инна Бедная переутомляется даже от того, что три или четыре часа посидела возле компа и сделала какие-то свои прямые функциональные обязанности. Она от этого устала. И хочется сказать, что вы что, серьезно, Инна, от чего там можно реально устать? Каждая женщина работает, да, ну, там 90% женщин работают. И никто не устает, а каждый день ходят на работу. Только Инна выматывается. И опять-таки, в чем заключается ее вот эта, да, гнильца какая-то и подлость? В том, что она уже даже на Ютубе руководителя своего обосрала. Вот реально даже его она уже полноценно полила грязью. И вот интересно вообще, этот человек смотрит ее канал, он слышит, как за него говорят и как к нему обращаются. Поэтому у меня и возникает вопрос, а есть ли вообще этот руководитель, который позволяет своему подчиненному, которому он платит зарплату, подобные высказывания в свой адрес? И вообще у нее вот это есть такая черта, рассказать о каждом человеке, которого она встречает всю его подноготную. Ну, разве что она только адрес его не называет. И вот есть у нее вот эти моменты, да, вот такой гнильцы, который вот она вылетает у нее периодически. Что еще хочется отметить? Это, конечно же, как Инна тяжело работает. Вот эти ее, во-первых, сборы на работу, это меня улыбает. А во-вторых, конечно, как Инна тяжело работает. Она когда об этом говорит, ребята, я вам честно говорю, я смеюсь в голос. Я просто улыбаюсь от вот этой вот девочки, которая в 40 лет вот устает, бедняжка, от своей непосильной ноши. Опять-таки впечатлил на стриме еще вот этот момент, когда Инна сказала, что люди пьют всякую барматуху, а потом не умеют себя вести серьезно. Вот это сказал человек, который 18 дней не просыхал, что люди пьют барматуху. И возникает вопрос, а что пьет Инна? Вот я реально ни разу у нее не увидела каких-то суперэлитных напитков для того, чтобы рассуждать, что да, все пьют барматуху, одна она вот такая элитная-элитная. И когда Инна сказала, что люди себя не умеют вести, мы в Египте уже видели, как Инна умеет себя вести, и как она вообще в пьяном состоянии в Ухаре себя ведет. Мы уже увидели, как пьяная женщина под супермаркетом даст горла венцу оси орбает и вообще ее поведение в состоянии алкогольного опьянения. И явно не ей рассуждать о том, что кто-то себя не умеет вести. В первую очередь нужно обратить внимание, конечно же, на себя и на свое поведение. Опять-таки еще меня тоже повеселила фраза Инны, когда она сказала, что она полдня спала и не сделала ничего полезного. Мне хотелось спросить, а что вообще Инна делает полезного? Ведь, по-моему, вся ее жизнь только и заключается поспать, покушать, помыться, сходить в туалет и вот так по кругу. Но, конечно же, еще не пропустить выпить при этом и где-нибудь там тусануться для того, чтобы снять контент. И в этом опять-таки вся Инна. И когда она говорит, что она бедная устает, вот опять-таки у меня все время вопрос, от чего она может устать? Ну, как-то вообще смешно-смешно. Ну, ребят, продолжение следует. Пока, до новых встреч!